Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую! С вами Петром Рауфи и у нас, как обычно, обзор рынков. Раз в две недели мы делаем обзор рынков и разберем новости тоже, новостной фон, и постараемся найти выходы из ситуации, которые нам дают рынки. Особенно сильно постоянные изменения, которые с недавних пор поступили и вещи, которые происходят в плане геополитики, мы тоже их разберем сегодня. Обязательно перейдем к графикам активов фондового рынка, индексы основные. Если есть какие-либо новости по акциям, мы тоже разберем. Форекс-пары основные тоже разберем. И, конечно же, криптовалюту и те криптопары, которые у нас на платформе Кирши Канку есть, их тоже мы разберем. Посмотрим, какие есть у нас, как говорится, торговые, возможно, стратегии в течение дня для дейтрейдинга, в том числе, не только для среднесрочной торговли. Будет экономический календарь дня, естественно. И не забывайте обязательно, в случае, есть ли что, пишите в комментариях, в случае, если будут вопросы касательно эфира, или же, если будут какие-то предложения или мнения о вещах, которые мы озвучиваем. Как и в курсе, основные эффекты, которые рынок получил за последнее время, за последние несколько недель, сразу после Нового года, это были эффекты, связанные с решением ФРС, с целью повышения ставки, процентной ставки и ужесточения монетарной политики США. ФРС, которая, по-своему, очень сильно, достаточно сильно ударила по фондовым рынкам, но несмотря на ухудшающие прогнозы касательно фондового рынка, которые иногда озвучиваются, есть мнение о том, что все равно движение, возможно, окажется на некоторое время консолидационным, то есть он будет продолжаться движение, то есть консолидация будет продолжаться на вершине, и пока еще сильно воспада можно и не ждать. Ожидание повышения процента ставки с четырех разов все-таки увеличивается больше и больше, то есть в этом году вероятность того, что ФРС повысит проценту ставки более чем в четыре раза, увеличивается и усиливается. Ну и вопрос по геополитике, о котором, наверное, вы все уже в курсе, эскаляция ситуации на Восточной Европе, на границе Украины с Россией. Наращивание, это все началось с наращивания войск Российской Федерации вблизи границам Украины, с целью учения и так далее. Но эти наращивания происходили вдоль и белорусской границы, были отправления войск в сторону Беларуси с Российской Федерации, с целью учения тоже. И, естественно, наращивание украинских войск на границе с Донбассом и с ЛНР-ДНР. Россия и США пытаются договариваться, пытаются ввести переговоры. Переговоры еще не закончились. Совсем недавно появились некоторые позитивные ноты касательно этому всему. Как вы знаете, что российский фондовый рынок оказался под сильным давлением, также и курс рубля оказался под давлением. И, несмотря на ужесточение монетарной политики Российского Центробанка, все равно не усиливается. Несмотря на то, что они распродают доллары и закупают рубль. Не усиливается, то есть не укрепляется. Но есть позитивные ноты, которые касаются... Потому что совсем недавно поступила новость о том, что российские войска закончили учение в Беларуси и возвращаются домой. Это довольно хорошо. Вышли отчетности по переговорам США с Россией. Конечно, там не говорится об основном условии Путина. Путина. Его не одобряет США и НАТО с целью нерасширения НАТО на Восточной Европе. То есть этот пункт не принимается НАТО. И есть другие позитивные моменты, которые больше касаются тому, что эскаляция ситуации не допустит ни США, ни Грекобритания. Тем более Европа не допустит эскаляцию, поскольку очень-очень консервативно относится их к вопросам санкций по отношению к РФ. И касательно европейского импорта газа и нефти в Европу США тоже очень сильно заботится с той точки зрения, что он обещал обязательно найдет замену российскому газу и нефти, которые будут поступать в Западную Европу. В случае есть, и будет эскаляться ситуация, и им не удастся запускать Северный поток. По оценкам военных экспертов, к середине февраля месяца должны каким-то образом начаться якобы военные действия. Но тут есть еще один очень решающий вопрос, о чем как раз сегодняшняя тема новостного фона и заставки этого видео по поводу ядерной сделки Ирана-США, которая уже давно, кстати, тянется, как вы знаете, США имеют свою политику касательно развития ядерной индустрии в Иране, поскольку обогащение урана, как и во всем мире, согласно определенным стандартам, ООН не должно увеличиваться за какого-то предела, чтобы страны не могли разрабатывать оружие ядерное. По этому поводу были очень сильные эскаляции ситуации до этого, но если вы помните, еще две недели назад при переговорах России и при встрече Блинкина с Лавровым озвучала очень интересная вещь. Блинкин спрашивает или же уточняет, или же просто подтверждает, что если получится у РФ каким-то образом воздействовать на Иран с целью того, чтобы они пошли на сделку с США с целью подтверждения ядерной сделки, что они не будут увеличивать объем обогащения урана, уровень обогащения урана, то и США пойдет на определенные уступки. И как сегодня, вот что новость сегодня, приблизительно вчера, о том, что Иран в целом очень за того, чтобы сесть за стол переговоров США и приближается к тому, что ситуация приближается к тому, что Иран на самом деле, как сообщает Блумберг, может достигнуть переговоры с США по поводу стандартов обогащения урана в следующем месяце. Естественно, в следующем месяце мы уже ждем якобы итог всего, что случилось. То есть, да, вот эта вот эскаляция, которая пошла, и в следующем месяце по факту в случае, если что, уже решающие моменты будут уже выведены на ладонь, как бы. И будет уже более-менее ясно, что на самом деле на рынках произойдет. Фондовый рынок США также и фондовый рынок Азии довольно сильно получили не очень хороший эффект из-за вот этой эскаляции ситуации. Не только российский фондовый рынок. Необходимо еще напомнить, что фондовый рынок Китая, несмотря на смягчение монетарной политики Китая, и совсем, кстати, сегодняшнего запуска очередного репо Китая, то есть наращивание ликвидности на рынках, среди того, чтобы поддерживать фондовый рынок, несмотря на это, рынок Китая не растет. И связывает это с эскаляцией ситуации на Восточной Европе. Каким боком я не знаю, но аналитики это связывают с этим фактором. И касательно коронавируса еще одного момента, то есть новостного фона, что с ним и как дела двигаются по коронавирусу. Сейчас зараженность очень сильно превышает нормы, которые карантинные, даже нормы предыдущего года. Но при этом нету карантина. И все это связано с тем, что цикл мутации вируса уже заканчивается, идет к концу. Да, Министерство здравоохранения обещает о том, что ну-ка, ждите последующих мутаций, но несмотря на это, переносимость болезней становится проще. И, соответственно, не будет смысла уже в жестких карантинных мер. И это уже хорошее для экономики. Как и обещали с прошлой недели, как и статистика обещала, как и новости обещали, мы пик уже прошли, но при этом цифры большие. То есть цифры заражения большие. И все еще как бы вакцина выпускается против нового штамма вируса. Извиняюсь. COVID Moderna сегодня выпустил и будут уже привыкать людей новой партии против нового штамма Омикро. И посмотреть, что как будет. Есть некий момент, который связан с конспирологическим восприятием вакцинации. Немножко наращивается вот настрой против вакцинации во всем мире в связи с тем, что компании просто американские и также европейские. И, конечно, ВОЗ тоже обнародивают информацию о том, что вакцина в итоге не до конца решает проблему. Просто уже дождаться к концу цикла мутации и затем просто уже вспышки в таком виде, в котором мы, который мог напугать рынки, уже его не будет. Посмотрим на экономический календарь. И какие у нас... Вчера, кстати, вот был выступление руководителя ФРС, президента ФРС Джерома Павла. И он как раз заявил о том, что проценты ставки будут повышаться уже в марте. И помощь они экономически уже снимут. То есть деньги печатать уже не будут. Сегодня нас ждет ВВП США, показывают прогнозы, что будут увеличиваться, но есть сомнения о проблеме, которая есть в США с импортом и проблема, которая есть в целом у него с балансом торговым, который может еще ухудшаться, пересказаться ситуацией на Восточной Европе, в случае, если будут санкции на РФ. Как вы понимаете, возможно, это, конечно, звучит неправдиво, но в итоге санкции не действуют в одну сторону, только санкции действуют на обратную сторону так же. И страны, которые санкционируют, почему Европа не идет на санкции против ВРФ, потому что очень сильно, очень-очень сильно зависит от российского газа и нефти. И США тоже может получить этот удар, но США более приготовлены, чем Евросоюз. Естественно, то, что может себе позволить США и Англия в плане санкций Европы, не может себе позволить, просто элементарно. Соответственно, они не идут на подтверждение каких-либо санкций. Базовые заказы на товар длительного пользования. Тут у нас минус, и по поводу ВВП тоже у меня есть сомнения, и он может получиться негативным сегодня. Число первичных заявок на получение пособия безработицы должно уменьшаться, но тут тоже, кстати, есть проблема совсем недавно. Безработица в США начнет немножко подрасти в короткосрочной перспективе. И эта ситуация может уже идти на ослабление. То есть был у нас очень классный восходящий тренд по рынку труда США. Совсем недавно появился после открытия экономики, но он уже может стыхать. То есть вот эта проблема снова может вернуться на рынки, но темп будет очень умеренно снижаться. Темп, скорее всего, вот этого роста трудоустройства или же укрепления, улучшение ситуации на рынке труда, он может немножко ухудшаться и начинать идти уже вниз, как бы, да, в хорошую сторону. Индекс незавершающих продаж на рынке недвижимости. Тут, как видно, дефицит будет еще увеличиваться. Естественно, это связано с повышением процента ставки, который создает дефицит ликвидности. И, соответственно, рынок жилья, который очень сильно надувается при каких-либо там сильном накачивании рынка деньгами, обязательно при повышении процента ставки и ужесточении монетарной политики начинает снова раздуваться, причем очень жестко. И, кстати, касательно рынка жилья и девелоперов, и строительства в целом, очень сильно обращаю ваше внимание на Китай. Следите за новостями, которые связаны с девелопером Китая, строительными компаниями, гигантами строительства в Китае. Эвергрейд собирается раздробить. И это значит, что для того, чтобы компания в целом могла выплатить все свои долги, которые уже не может выплатить сегодня опять, в основном, что он очередные дивиденды не может выплатить, его раздробят. Китай более-менее справится, потому что он вовремя начал снимать ликвидность. И он сейчас начинает по чуть-чуть наращивать эту ликвидность, чтобы просто помочь фондовому рынку. Поэтому все-таки позитива 70% и на китайском рынке, и на американском рынке. Единственный момент, который может реально ухудшить ситуацию, это, скорее всего, ситуация на Восточной Европе. Почему? Причина не только в Восточной Европе. Скорее всего, причина в том, что и Куба, и Венезуэла начинают голосить о том, что мы будем поддерживать Россию, мы будем военные базы, или же арсенал российский переместить в своей стороне. Мы не против, в этом плане поддерживать Россию. Естественно, это же и есть кризис карибский, это же и есть возвращение к тем годам, эру Девконов и так далее. И к тому же Китай может спокойно начинать агрессироваться в сторону Тайвана. С одной стороны. С другой стороны, эта агрессия происходит в виде прокси-войны на территории Ближнего Востока. И эта война, которая давно уже продолжается между Ираном, Сирией и Йеменом с Саудовской Аравией и Эмиратами. И все это может немножко ухудшиться в случае, если кто-то с кем-то там вверху не договорится. Поэтому очень сильно, все равно, несмотря на всего этого, позитива все-таки больше. Потому что даже России эта ситуация не нужна. Потому что, кроме всего этого, еще и президент Северной Кореи начинает запускать свои ракеты в сторону Японии. То есть это все вещи, которые начали сильно эскаляться. Ситуация, которая началась совсем недавно, две недели всего. И уже вторую ракету Северной Кореи запускает в Японское море в сторону Японии. Как говорится, не попадает. И, несмотря на всего этого, просто исходя из заявлений российской стороны, европейской стороны, и также консервативной, довольно консервативной позиции и Британии, и США, несмотря на то, что они обещали поддерживать западный блок, позитива все-таки больше. То есть если реалистично смотреть на эту ситуацию, можно понять, что тут дело было в деньгах, дело осталось в деньгах, и дело в энергетической войне, которая все еще продолжается. И оно вылезает в виде соперничества, которое было, например, при холодной войне. Давайте уже перейдем ближе к делу. Надеюсь, что понятно, более или менее ясно объяснить, что нужно было вам знать по поводу новостного фона. Переходим мы, наверное, сразу уже к нашим активам. И начинаем с фондового рынка. S&P Dow Jones укреплялись за последние несколько дней. И в Goldman Sachs, например, Джейпи Морган говорят, что можно уже заниматься байбеками. Гиганты эти технологии уже начинают байбеки запускать. Можем ли мы этого делать? Есть вероятность того, что цена может дальше двигаться фундаментально вверх, до середины хотя бы вот этого диапазона. То есть для Dow Jones это 35500. Для S&P 500 это приблизительно 4500. Или 4600. Но все равно это рискованно. Почему? Потому что в итоге рынок фондовый, он будет под сильным давлением. И любые восходящие движения, они будут считаться спекулятивными. Если касательно сегодняшнего дня, если касательно последующих торговых сессий, последующих дней приблизительно 1-2 дня, то я бы, наверное, обратил ваше внимание на сильного импульсивного ретеста дна и локального минимума, который неоднократно повторяется уже. И это неплохой сигнал разворота в средние сроки, который может каким-то образом перейдем на более мелкий таймфрейм, чтобы было понятно и виднее, и на Dow Jones и на S&P 500, чтобы понять, что будет произойти в течение дня, в течение торговой сессии. Это укрепление есть, оно присутствует и оно может продолжаться. Но все-таки имейте в виду, что даже внутри дня сужение волатильности очень сильное. То есть, есть локальное сопротивление, на которое, скорее всего, цена будет отбиваться вниз. При этом мы не исключаем сам факт, что во время европейской сессии зачастую все активы могут показать движения ложные. То есть, они могут больше корректироваться, больше спекуляций. И движение более или менее стабильное во время американской сессии и тихоокеанской сессии, потому что там уже включаются к игре более стабильные нормальные страны, в которых происходят денежные транзакции, покупки каких-либо секторов или продажи каких-либо секторов с целью какого-то определенного, с какой-то определенной целью и не просто так. То есть, стран, у которых нет особой проблемы с экономикой и так далее. Это одна сторона, опять же, вопрос. СНП 500, Dow Jones, оба. Вот есть локальное сопротивление, от него лучше отталкиваться. Тут тоже приблизительно она. То есть, для СНП это 4400, давайте скажем, просто середину возьмем и все. Может протестироваться, но дальше не факт, что цена пойдет лучше. Если пойдет, если у нас будет умеренное укрепление, то это хорошо может торговать. Если сильно импульсивно пойдет, то вы должны понять, что если вы влезете в это, то вы должны понять, что цена и может очень резко упасть. Создание канала в данном случае это самый лучший вариант. То есть, если создастся какой-то канал, выказывающий на умеренный рост, умеренное укрепление цены и постоянное повышение, то это хорошо. Сюда можно влезть. Dow Jones 3440, 34400, 34200. Вот эти сопротивления, которые есть, которые должны протестироваться и затем посмотреть, что будет. Для того, чтобы рассматривать Форекс-пары, мы сначала разберемся, что происходит с долларом США, что происходит с его индексом, и потом перейдем к нашим Форекс-парам. На дневном таймфрейме со вчера, после очень сильного всплеска, естественно, на почве заявления Форекс-пары США, которые можно было ожидать, цена дальше увеличивается, растет, и открытие сегодняшней свечи выше предыдущей тоже довольно хороший сигнал на дневном таймфрейме. Что происходит на более мелком таймфрейме и в среднем сроке, что может произойти с долларом США. Тут, конечно же, тест локального сопротивления и при этом импульсивным образом это уже сигнал развороту, с одной стороны. Но необходимо иметь в виду, что если тут есть какая-то историческая отметка, то этот разворот может быть... То есть его вероятность того, что он случится, будет больше. Если нету, то, конечно, цена может еще дальше двигаться вверх спекулятивно и там создавать какие-нибудь там расширения, какие-нибудь срывы волатильности, а потом затем только падать. С долларом США сейчас и сегодня он просто на вершине, на двухлетнем вершине почти, и локальное сопротивление тестируют. И я не могу сказать, что это отметка исторически иметь сильного значения, но после его ретеста зачастую цена шла вниз. Зачастую после его ретеста цена шла вниз. И я не знаю, на сколько цена должна укрепиться. Я думаю, что как минимум сам индекс должен выйти выше 98, чтобы уже быть уверенным насчет продолжения вот этого роста в середине суроки, в течение недели, в течение ближайших дней. Поэтому до момента, пока доллар не укрепится на 98, и он сейчас полтается в районе 97, то там есть вероятность и спекулятивного ретеста 97,50, 97,60. Но затем цена может скорректироваться, и 98 тоже протестировать может. Но учитывая того, что потенциал уже пройден, ФРС уже свое мнение высказал, и это было совсем недавно, это было вчера. Поэтому он уставит на сильный рост в течение дня, в течение ближайших сессий. Опять же, нужно иметь в виду, что цена может развернуться в любой момент, и этот разорот тоже может быть очень сильным. Но в случае, если этот разорот окажется умеренным, то по факту рынок вам дает возможность выйти из сделки по покупке доллара и продаже пар. 95,60 и 96 – это у нас основные поддержки доллара, которые существуют по факту. И к этим отметкам мы можем опускаться. Все будет нормально с долгосрочными, среднесрочными сделками по покупке доллара, пока доллар не пробьет эти отметки, я думаю. Скорее всего, 96,95,50 у нас, скажем так, критический диапазон для доллара пуст, над ним укрепится. Если зайдет ниже, то не очень. Но в целом к этому диапазону мы еще вернемся. Еще вернемся, поэтому вот это нужно иметь в виду. Что там на 15 минутки, интересно, для внутридневной торговли? Ну, тут, кстати, очень классное накопление. Возможно, будет последующий всплеск в течение дня. Вверх. Да. Да, внутридневной торговли. Так, переходим к евро, фунту, австралийцу и новозеландцу. Что у нас по евро, по фунту и по австралийцу и по новозеландцу? Конечно, они продолжают свой спад. И смотрите, мы ждали расширения вот этой конвергенции, но картинка разрушилась. То есть, картинка конвергенции разрушилась. И по итогам того, как картинка конвергенции по факту разрушилась после прорыва вот этого минимума. Как только она разрушается, можно по факту уже ставить на обратную сторону. То есть, в случае, если вы наблюдаете и ждите, например, там пока не заработает сигнал конвергенция или дивергенция, по факту, пока вот сам момент, сам вот этого дожидания, это вам хороший шанс для того, чтобы вы зря не... тратили депозит. Хорошая поддержка приближаемся, так же, как и доллар, по факту. Но пробиваем очень быстро все минимумы. Я думаю, что... Ну, конечно, да. Я думаю, что внутри дня, даже если будет какое-то движение, то, скорее всего, оно будет нисходящее. То есть, продолжение сходящее движение более вероятное, чем какой-то быстрый разворот. Он произойдет, это разворот, какое-то двухдневное, однодневное какое-то приторможение спада, но чуть ниже этих отметок, над которым мы находимся. Будет еще более спекулятивный прорыв, скорее всего, локальных поддержек. Фунт, кстати, показывает на этот потенциал гораздо лучше. Фунт показывает на этот потенциал гораздо лучше. 1.3360-1.34, ну, или же 1.3350-1.34 диапазон вот этого кризисного диапазона, который может протестироваться по фунту. То есть, фунт гораздо лучше показывает на этот потенциал дальнейшего спада до момента, пока цена начнет немножко войти в очередную консолидацию, например, когда просто вам придется ждать. Поэтому до этого момента еще, наверное, есть потенциал дальнейшего снижения. И это может случиться очень импульсивно. Австралиец и новозеландец. Сейчас новозеландец тоже на 4, если получится, уходит. И минимум прорван по новозеландцу, по австралийцу лучше показывает локальный 4-часовый таймфрейм, очень лучше показывает этот потенциал нисходящий. 7.070, психологическая отметка, 0.70-50. И вот этот диапазон, целом может войти в него, целом может его протестировать импульсивно. Как импульсивно это произойдет и как бары, то есть свечи, последующие, послепрорывные свечи закроются выше этих отметок, так и большая вероятность того, что цена будет разворачиваться. То есть, исходя из масштаба общих свечей, исходя из масштаба свечи, которая прорывает уровень, можно определить, будет ли разворот с одной стороны. То есть, если у нас уже импульсивно сильное движение, то тут возможно будет какое-то очень красосрочное перетарможение, но затем возможно очередное импульсивное снижение. Это спекулятивное просто движение цены для того, чтобы подвести более мелких игроков. Это всегда происходит на рынках. И 0,7, 0,7, 0,70, 0,70, 0,70, 0,50 – это отметки, которые будут протестироваться. Как импульсивно они протестируются, так и больше можно ожидать, так и вряднее последующий разворот. Новозеландец минимум прорвал, но тут, к сожалению, он указывает на очень-таки исторические минимумы для себя. То есть, 0,65, 0,60, давайте скажем 0,66, возможно. 0,65, 0,66 уже протестируется, попав 0,66. Ну, тогда 0,65, 0,50, 0,65. И этот диапазон тоже может протестироваться очень импульсивно. Цена может, не доходя до этого диапазона, начать укрепляться. Но если и по австралийцу, и по новозеландцу, и по евро, и по фунту, цена может, не доходя до локальных этих минимумов, в данном случае до исторических, укрепляться начинать, начать укрепиться. Но если ампилитуда будет ниже, чем основной тренд, чем вот этот вот тренд, который, да, вы, например, перейдете на 15-минутку, на 5-минутку, и если эта ампилитуда, которая появится, восходящая вот эта восходящая коррекция, будет меньше, чем свечи, из которых сформировано основной тренд, то это не хороший сигнал для покупки. То есть это не укрепление какое-то там-нибудь сильное. Поэтому имейте в виду именно вот, изучите вот свечные формирования, что они обозначают. Кстати, у нас в Герчике НКО есть очень классные курсы от Александра Герчика, которые вы можете изучать и касательно свечей, касательно, точнее, баров, точнее, касательно формирования вот этих вот баров, свечей и как на них нужно реагировать, как нужно их воспринимать, где, на каких уровнях, что они значат, их прорыв там и пробой, отбой, что значит конкретно все это описано. У нас даже видеокурсы есть бесплатные. по идее, на этом канале, поэтому не забывайте, можете промотать, посмотреть и на главном сайте тоже познакомитесь с курсами, которые у нас есть, с продуктами компании за очень довольно хорошие цены. По факту, вы можете приобрести довольно хорошие пакеты, пакеджи с курсами, естественно, и с другими инструментами. Поэтому обязательно не забывайте, посмотрите на эту информацию, проверяйте главный сайт, официальный сайт и посмотрите, что там есть интересное для вас. Обязательно найдете, даже если профессионально занимаетесь трейдингом, в случае, если что-то вам кажется, что вам нужно что-то менять, или как-то вы бы хотели по-другому, то есть, например, курсы перезагрузки от Александра Михайловича Герчика. Естественно, эти вещи, эти инструменты очень классно работают, я, собственно, с ними тоже работал, они очень-очень хорошо прокачивают, поэтому не забывайте обязательно проверить эту информацию на главном сайте нашем Герчика. И на нашем ютуб-канале тоже, кстати, очень много полезных видео, поэтому при листах ищите, посмотрите и изучайте. Вот. И у нас дальше идет за золото, за серебро защитные активы, которые в последнее время не очень хорошо коррелируют с кризисом, который якобы, да, сейчас есть, касательно коронавируса я имею в виду, не очень хорошо коррелируют. И просто все это связано с укреплением доллара по факту. Если 500 падает, но не так сильно, как, например, в прошлые разы, естественно, мутация вируса, которая за собой привлек такую хорошую новость о том, что переносимость проще, карантинов не будет. И это все, ну, как бы, не повод для того, чтобы золото особо укреплялся, но долгой срок золото, конечно, будет дальше укрепиться. Это факт. То есть, долгой срок, золото будет укрепиться. Но, что касательно золота с технической точки зрения, погушение процента ставки ФРС очень сильно давит. Как вы видите, импульсивное движение исходящее. Очень сильно сейчас фактор, который очень сильно, очень хорошо повлияет и будет влиять на курс золота, это заявление ФРС США о том, что они будут ужесточать монетарную политику. И любое обратное заявление, в случае, если появится, то он может поддерживать курс золота на какое-то короткое время. Импульсивные, очень сильно импульсивные движения вчерашние. И я не думаю, что у нас потенциал дальнейшего спада все еще существует. 1810 неплохая отметка, которая сейчас тестируется. Она очень неплохая отметка, но имейте в виду, что укрепление над ним тоже не даст сильного повода, чтобы вы могли продолжать покупки. Я думаю, что 1810 тестируется, затем будет очень умеренный тренд, возможно, как здесь. Очень умеренный тренд, который затем сопровождается последующим снижением. Потому что повода для роста золота нет. Единственное, что если, не дай бог, будут искаляться ситуации на границе с Украиной, а потом цепочно эффект будет распространяться по всему миру, войдут российские арсеналы в Кубу, там, Венезуэла, начнется какая-то там заварушка в Ближнем Востоке или же что-то с ядерной сделкой пойдет не так. То вряднее всего золото может снова начинать укрепляться. 1800 долларов это очень-очень важная отметка. То есть мы знаем, что золото это очень кровавый актив, об этом есть много историй. И в целом драгматал это очень кровавый актив. Поэтому касательно техники и фундаменталки я обращаю внимание, что иногда могут для того, чтобы не допускать сильного спада, опять же, это все заговоры, мы говорим сейчас о заговорах, должны не допускать сильного спада за каким-то уровнем, потому что вся торговля на самом деле сейчас происходит роботами, роботы реагируют на пробой уровней и они могут распродать, просто начинать все с какого-то уровня вниз и так далее. Исходя из технической ситуации, для того, чтобы поддержать вот это вот цену, чтобы не зашло ниже 1800, могут начинаться какие-то фейк-ньюзы, какие-нибудь там новости, которые штучно появляются зачастую и это происходило во время кризиса касательно коронавируса, потому что коронавирус тогда очень сильно влиял на это все. Поэтому на таких активах, которые очень деревные такие, штучно их контролировали с покон веков, технически какие-то там сигналы могут сопровождаться фундаментальными, то есть наоборот какими-то там триггерами. 1800 протестируется вероятнее всего, то есть ближайший рост, ты думаешь, он будет очень умеренный и есть тут кстати конвергенция, сигналы конвергенции на 15-минутном таймфрейме, то есть внутри дня возможно продолжение роста, но затем возможно этот рост будет еще продолжаться в следующих сессиях, в течение следующих сессиях, но все равно скорее всего золото ждет последующий спад или тест 1800, после теста 1800 будет лучше, будет проще судить, что куда идет. 23 доллара по серебру тоже должно протестироваться, даже возможно 22.50, поэтому и здесь тоже потенциал дальнейшего исходящего движения присутствует, имейте в виду, к покупкам сейчас вернуться, и думаешь, несмотря на то, что есть вероятность внутридневного разворота, несмотря на то, тут, кстати, конвергенции даже нет на серебре, и серебро зачастую гораздо лучше показывает техническую картину, чем золото, поэтому думаю, что тут все-таки я по-медвежьему смотрю на актив, и доллар к франку, доллар к японцу, это тоже у нас защитные активы, то есть и японец, и франк тоже являются защитными валютами, куда инвесторы перекладывают инвестиции в случае, если что-то не так с фондовым рынком, вообще всемирным фондовым рынком. Доллар к японцу, доллар к франку очень сильно вырос, это логично, это после вчерашнего заявления, но тут тоже сильное сопротивление и по швейцарцу, и по японцу. Давайте так, 115, очень классная отметка по японцу, очень прям сильная психологическая отметка или же целевая, 115, 115.50 центов, для японца ставим, что доллар может протестировать спекулятивно, но затем уже вернуться, то есть запускать снова покупки, я думаю, будет очень нелогично, потому что вы можете получить сильно, 0.92.60, 0.90, ну, 0.92, 2.70, 0.93, сопротивление, которое тестируется, по факту мы уже вошли в этот диапазон, но это диапазон по идее 92.50, 93, мы уже в него вошли, то есть если вы уже запустили, то можете пока еще не закрывать, наверное, он еще будет, он может двигаться, то есть я думаю, что он может еще дальше двигаться, но ждите разворот, или же приторможении роста в данных парах обязательно будет, и это может произойти сегодня, или в течение сегодняшних сессий, или же завтрашних сессий, ждем триггера, и следите за нашими новостями, тоже обязательно, чтобы хотя бы передугадать, когда движения по рынку могут меняться, WTI, цена нефти, которая находится в консолидационной фазе, или же в срывной, если помните с прошлого раза я не знаю, возможно в письменном анализе я об этом указывал, что цена нефти дальше может расти, но тут будет обязательно сформироваться вот этот рупор, вот этот паттерн расширяющийся формация, и она по факту сформировывается. ОПЕК будет увеличивать объем добычи, ОПЕК по большому счету это арабские страны. Да, Россия тоже решающая страна, но его больше побеждают, чем он. Поэтому ОПЕК, и Россия тоже как ОПЕК плюс не против увеличения добычи нефти. Цена на нефть сильно растет, это не очень хорошо для экспортера на перспективе там нескольких месяцев. В момент это может быть хорошо, в случае, если есть сильный спрос на нефть или на газ. Сейчас сильный спрос на нефть или на газ. Соответственно, в случае, если цена сейчас растет, для экспортера возможно это не так уже плохо. Но увеличение цены в целом для экспортеров в дальнейшем может быть не очень хорошо. НЕФ может растить до 100, до 150. Это прогнозы крупных банков осуществится в течение этого полугодия и следующего полугодия 100 долларов 150. Но пока он дойдет до этого 100-150, есть еще возможность гораздо более интересных маневров и спекуляции с ценой в течение этого продвижения цены вверх в рамках канала, который он создает или в котором он сейчас находится. Возможно, будет еще расширение канала. Что сейчас с нефтью делать? Да, ОПЕК не боится ничего, будут увеличивать добычу, как и США попросил их, пожалуйста, увеличивать добычу, он спокойно увеличивает, он не боится спада цены, он не боится, что увеличение предложений сейчас в данный момент, в кризисный момент, в переэнергетическом кризисе может как-то повлиять на цену нефти. Это правдиво достаточно. Поэтому цена может дальше расти по факту, но что сейчас сегодня делать нужно? Давайте посмотрим. Есть очень-очень такой тихий-тихий намек на дивергенцию, но я не думаю, что он сильный. Это очень умеренная дивергенция. Я думаю, что цена еще раз пробьет максимум при тем, как начнет скатываться хотя бы к 82-4. То есть он, скорее всего, еще раз пробьет максимум. Несмотря на вот эта дивергенция, очень умеренная, очень умеренная дивергенция, которая сформировалась. На 15-минутном таймфрейме по нефти тут есть сигнал о вероятности импульсивного ретеста локальной поддержки. И 85, выше 85-50. Я думаю, пока цена укрепляется над этой отметкой, или пока цена тестирует эту отметку импульсивно и дальше укрепляется на дне, может продлить покупки. вероятность того, что цена будет дальше укрепляться над этой отметкой довольно высока. И пока нету триггеров для спада цен. Пока нету триггеров, основной триггер для спада цены нефти за последний год-два это сокращение китайской индустрии, которая никак в ближайшем будущем вряд ли произойдет. Поэтому основного триггера для спада нефти по факту нету. А в среднем сроке вот 85, отметка 85.50 это отметки, которые могут протестироваться, но пока мы выше этих отметок можем вверх смотреть. Бай-лимитные ордера тут, наверное, самое лучшее решение, пока мы находимся в фазе коррекции вниз. Наверное. Доллар США канадцу как корреляция доллара с нефтью, потому что канадец прямой связан с нефтью очень сильно на него влияет ценообразование нефти, изменение цены нефти очень сильно влияет на канадца. И канадец укрепляется, когда нефть укрепляется, канадец падает, когда нефть падает. И тут евро, канадец тоже фунт, канадец все-таки сейчас разберем. Доллар канадец в первую очередь. И некий ложный пробой на 4-й тайм фрейме локального сопротивления довольно хорошей отметки 1,27. Целевая такая психологическая в более мелких масштабах 1,27. Психологическая отметка по факту. И тестируется ложно, но имейте в виду, что 4-й свеча, которая протестировала импульсивно якобы ложную эту отметку, еще не закрылась. Если она закроется где-то в районе 1,26 60, 1,26 65, то возможно дальше цена начнет скатываться вниз. То есть нефть все-таки доллар начнет разворачиваться и нефть сделать восходящий импульс. Но насколько это вероятно, что нефть сделал восходящий импульс, продолжение роста нефти гораздо больше. Поэтому здесь несмотря на вот это укрепление, на вот это красивое укрепление над 1,26, которого я бы не назвал красивым, потому что тут по факту очень импульсивно от этой отметки мы растем. Поэтому я тут больше все-таки по-медвежьему смотрю, даже по отношению к последующей последующих сессии я по-медвежьему смотрю на ситуацию. Ну 1,27 50 как последний рубеж риска думаю это неплохо особенно сейчас когда цена по факту близко с этой отметкой находится внутри дня очень импульсивный спад под 1,27 мне кажется будет притаможение несколько часов но затем цена возможно скорее всего если будет ниже как я сказал 26 80 26 то вероятнее всего цена будет скатываться вниз евро канадец приблизительно такая же ситуация то есть тут есть якобы некая поддержка которая поддерживает цену 1,42 но мы можем пробить и скатываться ниже в короткосроке есть такая возможность но имейте ввиду что если нефть все-таки начнет падать у него есть этот потенциал если он начнет нормально падать ниже 87 приблизительно 6 нефть может протестировать вот эти поддержки которые я указал то есть логично ему бы исходя из потенциала протестировать лучше протестировать чтобы появилась уверенность по следующему росту нефти поэтому нужно учитывать этот риск и учитывать вероятность того что евро кад usd кад и фунт кад они могут немножко укрепляться немножко укрепляться но это не это не это не сигнал к средосрочному росту евро фунта и доллара по отношению к нефти поэтому имейте ввиду этот факт так переходим к криптоактивам фон новостной по криптоактивам не поменялось все так же негативно как и было энергетический кризис как только начался так и начали давидно майнинг так и начали продолжать давидно майнинг страна один за другим начали присоединяться потому что нужно майнеров остановить нужно майнинг останавливать и естественно их выгонять по разным другим странам где более мягкая политика крипто майнинг не факт что они будут перекочевать так часто и прям с охотой потому что мощность хешрейта биткоина увеличилась очень сильно и это создает очень большую проблему новым майнерам майнерам которые уже работают они не зарабатывают из-за этого сам майнинг по факту по идее то есть мы сам понимаем что количество майнеров особо меньше не стало они просто перекочевали в другие страны но в этих других странах каких-то как Казахстан там Россия и тоже их на них все равно будут давить и возможно возвращение тех сценарий там двух года назад одного года назад когда вот все собирается под одним руководством и там начинают подпольные какие-нибудь монополисты собрать всех майнеров под себя и запускать всю эту мощность одним фермом чтобы просто расходы уменьшить и так далее но все равно против них будут бороться и как у Китая как у китайских майнеров все выйдет как получится как и у российских майнеров все получится ну наверное это и задаст тренд как и у них получится так и наверное биткоин может укрепиться но пока еще и проблемы с транзакциями то есть в этом году вероятно с того что банковские криптоактивы будут расти гораздо больше чем самые криптоактивы или альткоин потому что регуляция очень сильно ужесточается и криптоактивы могут дальше падать как и объяснили как и обещали с прошлого раза цена не будет увеличиваться и не будет по факту он протестировал самый нижний рубеж вот того сопротивления которое мы с прошлого раза говорили что он протестирует якобы возможно 40 по-моему ну тогда цена находилась в районе 43 по-моему он протестил 47-50 47-50 протестировал он дальше спускается естественно в ближайшее время ретест 40 тысяч извините 40 тысяч и 43 тысяч тоже не исключается то есть возможно что цена будут тестировать этот диапазон но это опять же друзья это все спекуляции если вы сильно скальпингом умеете заниматься то берите за это дело но лучше всего по-медвежьему смотреть на рынок крипты в целом этариум ситуация приблизительно такая же то есть биткоин если может упасть то он может упасть приблизительно до 30 до 2 до 20 тысяч атериум приблизительно до 1800 у него есть потенциал 1800 1400 атериум тоже есть потенциал дальнейшего снижения вот не забывайте что у нас на платформе появились новые криптоактивы мы их разбираем тоже на других как говорится ресурсах не забывайте обязательно посмотреть наши возможности по торговле на мт4 и также по поводу инструментов которые у нас есть для торговли для упрощения процесса торговли такие как алго трейдер и риск менеджер очень простые очень классные вещи некоторые даже бесплатные поэтому просто разузнайте про них на главном сайте кирченко спасибо что посмотрели сегодняшний фильм надеюсь вам понравился до следующего эфира всем хорошей здоровья и пока пока